Привет! Давно уже не было видео, но сейчас у нас вышло обновление, появились новые данжи и так далее. Ну и кстати, сразу хочется всех предупредить, что 11 октября должна выйти София. 11 октября, я не понимаю только, это будет по московскому времени или все-таки уже 12 октября. Но персонаж шикарный, осталось недельку подождать, и это супер. Ну давайте, я думаю, основное все-таки у нас сегодня будет про Weapon Retrial. Покажу персонажей, состав, ну и покажу автобой. Как я прошел. С первого раза, кстати, что удивительно. Ну, можно считать все-таки второй, потому что в игре есть глюк описания. Итак, Глория, что у нас интересного на ней? Ну, я рекомендую взять ауру снижения атаки. Очень помогает, потому что у босса достаточно высокий урон. Следующее, колл, собрал из того, что было. Мне колл персонально, можно сказать, не нравится как персонаж, поэтому беру шмотки, какие оделать шмотки с танка, все равно они как бы на максимум заточены, повышают немножко живучесть и так далее. Вот, смотрите, ничего суперского. Ну и самое главное, не забывать коллу, одеть данную таро карту, которая дает бонус атаки, защиты, когда убиваете противника. А убивать будем много. Данталион. У меня есть Данталион, но нет Берил. Данталион мне все-таки нравится, но вот не знаю, кстати, стоит ли его дальше качать. То есть, три звезды вроде почти максимум атаки, а следующие 4-5 дают 5% атаки Девха. Ну, а пятая звезда, которую очень сложно получить, увеличивает 15% ХП. Данталион это как Глазканон, либо убил, либо умер. И у него самое интересное, это аура лидерства. Повышает атаку, урон по персонажам и с дебафом. И нано, мое золото, назовем так. То есть, вот скоро 4 звезды, тоже не знаю, есть ли смысл пятой звезды. Пятая звезда увеличивает вроде как только бонус Гварда. То есть, до 4-х докачаю, и дальше, наверное, как раз София появится. Будут на нее крутки идти. Ну, Рави осталась. Ну, и, кстати, ради интереса, вот покажу персонаж Энергал. То есть, вот он вроде как раскрывается на 4-5 звездочках, снижает КД и так далее. Танк практически неубиваемый, но пока в данжах нигде не использовал. Но прикольный перс. Ну, теперь перейдем к Триалу. В чем глюк, я вам сказал, описание. Он заключается в том, что раньше босс вешал щит на себя из физ. урона. То есть, для этого нам нужен был какой-то мощный физик. Может быть, кол прокаченный. Может быть, Равию я использовал, например, для того, чтобы сбить щит. Сейчас у нас щит магический. Хотя в описании навыков он будет физический скилл. Поэтому я использую Данталиона. И оказалось даже проще. До этого Данталион как бы мной не использовался. И спщит снасила Равия. А сейчас Данталион, он очень хорошо лечится самостоятельно и так далее. Сразу в чем еще есть проблема на этом боссе? Это как бы первый ход. То есть, на нем... Вот данный момент. На нем, если у нас персонаж не имеет каких-то дополнительных бафов, то почему-то часто бьет именно в эту клеточку, где Данталион находится. И Данталион погибает. Если мы бафаем Глории, понижаем атаку, понижаем получаемый урон, то у нас персонаж выживает. И дальше все как бы замечательно. Вот, смотрите, урон 5500. Не было бы бафа Глории, Данталион бы умер. Может быть, можно повысить МД, вживучий, еще другими способами. Но вот у меня вышел такой вариант с Глорией. Так, Данталион дамажит. Кстати, что интересно, с уровнями тот же Данталион стал убивать противника. Вот, появилась возможность показать щит. Так, создает магический щит, эквивалентный 200%. В бою я почему-то смотрел физический щит, было написано. Ну, ладно. Может быть, ошибся, ну или привычка, неправильно прочитал. Так, колб бьет как можно больше. И нано, конечно, ну сейчас на боссах показывает себя замечательно. Баночку обязательно стоит брать. А может быть и две, если есть возможность на максимум их прокачать. Потому что чем больше дебафов на боссе, тем больше у нас возможность повешать полезный дебаф. Так, ну здесь мы бьем. Я использовал сноуфлаг. Некоторые игроки используют повышение урона по боссу и так далее. Так, что у нас? Дамажим. Это убил, даже польза от него была, да? Вот, Глория должна стоять как можно ближе. Аура, одна или две клетки, если не ошибаюсь. То есть, минус 10% урона, это прям действительно круто. Вот, этот щит. То есть, здесь в основном нужно раза два ударить. Ну, для этого у нас есть и нано. Либо мы можем кидать дебаф какой-то на противника, чтобы сбить щит. Все. Щит сбили. Дальше все по накатанной. Дамажим. Пытаемся как можно сильнее увеличить свою живучесть. Вот, кидаем палочки. Урон, видите, не такой уж высокий. Да, бешеный урон от Натальона. Так, все. Теперь мы отличились полностью. Не помню. Баф, вроде как противник бьет по персонажу, у которого самый наивысший МДФ. Кстати, здесь я забыл показать. У меня стоит Таро, которая снижает получаемый урон. Очень сильно помогает. То есть, теперь персонаж умирает с двух кастов, а не с одного. То есть, если нас ударила пушка, ну, с умом, то мы переживаем. Либо снижает хп. Это очень полезно. Тоже насчет флага, когда кидать. Нужно подбирать момент, то есть, допустим, после АУЕшки. Тогда нам очень сильно поможет наш флаг. То есть, когда у нас есть энергия, то у нас нет проблем. Вот, смотрите, опять же. Благодаря живучести мы пережили этот момент, и это замечательно. А Дантальон в свободное время либо кого-то убивает. Вот, интересный момент будет. Смотрите, вот эта штучка, она еще потом взорвется и убьет мою суммона. Ну, как бы не критично, но все равно. Если бы босс убил, то у нас были бы проблемы, потому что босс сходил бы дважды. Опять баффаемся, кидаем флаги и так далее. Все, что можно. Выжимаем с Глорией по максимуму. Опять щит. Вот. Здесь самое интересное, я ударил навыком за 4 звезды. Урон показывал 16 тысяч. Это просто огонь. Это при том, что у нас еще далеко не все прокачаны навыки в наши 13 тысяч. Скорее всего, на боссе были дебафы. Не все прокачаны навыки талантов, которые повышают маг-атаку и так далее. Я сфокусировался где-то на том, чтобы прокачать МДФ для всех персонажей, но до сих пор даже одну ветку до конца, там 20 уровней, одну ветку не докачал. А сейчас буду сикеров докачивать, потому что выйдет София. Ну, опять Дентальон дамажит, когда может, иногда мобов. То есть, приоритет Дентальона бить босса. Но если, ну, как бы, колл не вовремя не может походить, то мы, как бы, бьем Дентальоном. А так, колл дамажит мобов, Дентальон дамажит всех босса. Ну, опять же, за счет убийства он восполняет часть энергии и восстанавливает ХП. Очень прикольный персонаж, но далеко как бы не имба. Здесь уже конец, я не стал мучиться, пытаясь сохранить флаг. Вот опять Дентальон, 14 тысяч, обалдеть. Ну, если честно, колл на этом 8 мне прям нравится. Как бы она прокачалась, у нее появились криты. У нее, как-то она себя хорошо стала показывать. Раньше я ее очень не любил. Кстати, как без колл пройти? Ну, я думаю, можно какого-нибудь Сина поискать, который далеко ходит. Потому что нужно далеко ходить, чтобы убить мобов, которые находятся сверху. Иначе они бафают. А еще последнее покажу. Что-то у нас интересно по Таро. Нам нужно у босса убивать бафы, дисплейлить. Вот интересная штучка. Она нам помогает дисплейлить два бафа. С одного случайного противника в ради седу клеток от персонажа. Ну, опять же, следующий уровень. Это на 60-ом. Вешает джаджмент. То есть, повышает даман, получаемый противником. Этот эффект игнорирует иммунитет разнообразный. То есть, и того у нас и одновременно и дебаф, и повышение урона, и так далее. Для Глории, который персонаж как бы поддержки, хотя она может очень хорошо ударить, это, наверное, идеал. Особенно на боссах. Ну, я думаю, на этом все. Постараюсь почаще делать видео. Просто, действительно, не было контента. Показывать ивенты скучные. Ну, уже как-то не то. А когда выйдет София, я думаю, ее популяют. Смотрите, 40 тысяч кристаликов. Плюс у нас еще и есть... Круточки сейчас покажу. 57. Кстати, решил по Сакамбо, я уже, наверное, говорил. Этот баннер я бы, наверное, не пулял. Был вначале намного более интересный баннер, когда нам давали Саманту, плюс Данталиона. Мне выпал Данталион, не сильно радовался, но, как оказалось, приятный персонаж, интересный. То есть, аура и рейцев есть. Здесь персонаж... Ну, танк, ну, если у вас есть Кока, либо какой-то другой танк, который может все-таки в будущем заменить Майту, наверное, как бы не супер. Хотя, вроде как, очень неплохой. Но в преддверии того, что у нас выйдут новые суперперсонажи, я бы, наверное, не тратился. Потому что чем позже, тем больше крутых персов у нас в будущем. И каждый новый персонаж несет новую механику, он интересен, он, наверное, все-таки более такой имбовый. А сейчас у нас Саманта, ой, София, Таир и Август. Либо Август Таир, либо что-то еще изменится. Но все равно все новые персонажи будут своеобразно очень крутые и интересные. А старых персов, ну, может быть, случайно вам выпадет когда-нибудь. И прокачайте постепенно. На этом, я думаю, все. Всем спасибо. Пока.